хорошо здравствуйте уважаемые коллеги прошу прощения за неполадочки немножечко технически спасибо что действительно дождались и сейчас мы начнем с вами наш вебинар по тому как слышно меня и видно пожалуйста поставьте огонечек в чат писать ничего не нужно так вижу слышно и видно хорошо спасибо большое а уже татьяна это рассказала что есть в папочке файлы презентация к сегодняшнему нашему вебинару и в папочке файлы есть документ я о нем тоже сегодня немножечко расскажу буду рада если будете его использовать на своих занятиях и на своих мероприятиях потому что считаю информацию очень нужной и очень полезной если действительно вы заинтересованы в этом а что касаемо межполушарного взаимодействия и межполушарной асимметрии они мы сегодня с вами поговорим а если говорить о межполушарном взаимодействии межполушарной асимметрии наверное многие из вас знают ну наверное все что каждая полушария отвечает за работу определенных структур а за определенные у каждого полушария есть определенные функции а и допустим мы делим всех людей кто-то левша кто-то правша до тем моментом какую же из рук человек использует больше допустим какой рукой он пишет какой рукой он держит ложку какой рукой нарисует открывает дверь и так далее держит ножницы если человек делает это правой рукой мы его считаем что он правша если он делает это левой рукой то он левша есть еще у нас так называемые амбидекстеры это те кто у нас хорошо управляется и левой и правой хотелось бы услышать ваше мнение слышали ли вы что-то межполушарной асимметрии и как вы считаете это можно написать тоже в чат а есть ли существенное отличие у человека левши у человека правши это мы потом тоже с вами все обсудим а эти фразы эти ваше мнение пожалуйста напишите папочку вопросы потому что чат сейчас убежит а и касаемо сегодняшнего тоже вебинары если какие то вопросы пожалуйста не пишите в общий чат вопросы убегают и их потом очень сложно найти чтобы я на них ответила пожалуйста пишите в чат вопросы мы потом все с вами разберем но что касаемо а межполушарной асимметрии давайте перейдем и к межполушарной асимметрии межполушарного взаимодействия а историю изучения этой проблемы составляет уже более 130 лет назад а то есть у нас больше 130 лет назад люди стали замечать что есть определенные функции каждого полушария мозга а первые факты свидетельствуют о функциональной асимметрии были получены еще в конце 19 века если говорить о годах в 1836 году а французский врач дакс высказал предположение о ведущей ли вы о ведущей роли левого полушария в регуляции речи человека а то есть он сказал о том что речевой центр находится в левой в левом полушарии мозга еще тогда он этот момент заметил а и начались исследования по этому направлению а мозг работает как парный орган а то есть при осуществлении любой функции мы с вами понимаем что задействованы оба полушария головного мозга не так что допустим у нас за речь отвечает левое полушарие значит когда мы говорим у нас работает только левое полушарие правое полушарие отдыхает нет это естественно не так учет индивидуальных особенностей межполушарной асимметрии может быть использован при выборе эффективных методов и приемов обучения мы с вами знаем опять же что кто-то запоминает у кого-то лучше слуховая память развита и слуховое внимание у кого-то это зрительное и при предоставлении материала детям при предоставлении материала когда мы с вами даем его на уроках можно тоже учитывать этот момент и таким образом мы с вами поможем нашим ученикам а усвоить информацию намного лучше а сейчас на слайде вы видите это отечественники основоположники отечественной нейропсихологии всем известный бехтерев владимир михайлович а и лурия александр романович все те кто хоть как-то связан с психологией и педагогикой знают наших великих ученых давайте рассмотрим с вами основные понятия которыми сегодня будем с вами оперировать а для того чтобы вы понимали какие моменты мы с вами рассмотрим опять же оговорюсь теория будет сегодня зачем даю теорию для того чтобы понимать откуда все идет и после теории у нас будут с вами небольшие упражнения которые вы сможете использовать на своих занятиях давайте перейдем к основным понятиям первое это латеризация функций головного мозга это не рефил азиологический процесс перераспределения психических функций между левым и правыми полушариями головного мозга происходящих в антогенезе латеризация функций головного мозга приводит межполушарная симметрия психических функций о том что я говорила что а какие-то психические функции каждая полушария отвечает за свои психические функции а следующая функциональная симметрия полушарий это неравнозначность функций правого и левого полушарий головного мозга правое полушария воспринимая действительность целиком левое полушария обрабатывает информацию последовательно то есть а правое это общее а левое у него идет цепочка одно за другим и доминирование полушарий головного мозга это относительное преобладание функциональной активности одного из полушарий при их совместной деятельности а наверное многие из вас слышали о таком направлении как ментальная арифметика а и по этому направлению его основной функцией функции этих занятий ментальной арифметикой является а тот момент что развиваются оба полушария и вот это сметрия она уходит то есть развивается взаимодействие двух полушарий они становятся как бы единым целым за счет этого ребенок у него улучшается память улучшается внимание и так далее многие говорят что это только ментальная арифметика для быстрого счета нет это не так ментальная арифметика и быстрый счет как говорят быстрый счет это побочное действие такое вот основным моментом ментальной арифметики являются улучшение памяти улучшение внимания и координации таким вот образом а сейчас на слайде вы видите такое изображение а это моторные пути связывающие руки и мозг почти полностью перекрещиваются движение рук регулируется преимущественно противоположным полушарий в полушарии если говорить о том что часто у идет такое заболевание допустим как инсульт и если у человека отказывает левая рука то мы с вами понимаем что произошло кровоизлияние в мозг в правой части а то есть у нас пути связывающие руки и мозг они идут по диагонали то есть правое полушарие отвечает за левую руку а левое полушарие отвечает за правую руку вот таким вот образом а упражнения которые сегодня будут даны на нашем вебинаре а это упражнение они развивают оба обе руки и оба полушария а морфологические основы асимметрии мозга изучение различий в размерах полушарий показала что в 50 процентов случаев масса левого полушария на 5 или 14 грамм больше правого в остальных случаях полушарии были одинакового веса если основные борозды и извилин обоих полушарий в целом сходны то число и направленность мелких борозд и извилин в височные лобных долях а демонтирует асимметрию индивидуально выражена по-разному то есть наши мелкие борозды это то что формируется уже непосредственно а большие борозды одинаковые а а мелкие они формируются немножечко позже и могут быть и чаще всего они асимметричны а если говорить об асимметрии восприятие а сейчас вы видите на слайде фотографии как бы три фотографии людей но это все один человек если говорить об асимметрии а вы первым видите изображение это наше нормальное изображение первое изначальное потом это изображение разделили на две части а мы видим изображение по серединке из правых половинок то есть эти две половинки отразили и соединили а мы видим вот таким вот образом изображение и в конце мы видим изображение из левых половинок то есть мы видим с вами два разных уже лица но это все одно лицо при этом изображение у нас отражено по центру а то есть мы с вами также понимаем что наше лицо у человека не симметрично а таким образом мы с вами можем взять любую из наших фотографий и также увидим с вами эту асимметрию а это у нас зрительная симметрия которую мы можем непосредственно увидеть а следующее это функциональная симметрия мозга а мы с вами знаем что правое полушарие как правило отвечает за левую половину нашего тела и наоборот тот факт что человек левша свидетельствует о том что правая половина мозга работает у него более активно впрочем левши и правши отличаются друг от друга не только физически не только тем моментом а что мы допустим держим ножницы ложку или ручку в левой или правой руке а результаты тестов показывают что за умение считать говорить и логически мыслить отвечает левая полушария правая же половина мозга формирует образное мышление музыкальность чувство ориентировки пространстве и времени от того какое полушария доминирует очень часто зависит личность человека и его поведение а а если мы с вами говорим об основных функциях полушарий какое же полушарии у нас за что отвечает а сейчас на слайде мы с вами видим два столбика давайте разберем их а левая полушария отвечает за абстрактно логическое мышление то есть человек логически мышь если не ну как больше предпочитает логическое мышление если у него хорошо развита левая полушария анализ времени вербальное восприятие и вербальная регуляция речи контроль произвольных движений и последовательная обработка сигналов мы с вами говорили что левая полушария обрабатывает а информацию последовательно то есть поэтапно а если мы с вами говорим о правом полушарии то это люди с образным конкретным мышлением они видят и мыслят образом воспринимают все целостно и картины мира тоже видят целостно анализ пространственных признаков а чаще всего невербальное предпочитает невербальное восприятие предвидение движений и параллельная обработка сигналов то есть а могут одновременно обрабатывать информацию и им не будет это доставлять определенного дискомфорта и определенная неудача следующий момент мы с вами понимаем что все люди по своему мышлению делятся на право полушарных и лево полушарных то есть я уже говорила у каждого человека одно из полушарий доминирует а но опять же есть как я уже говорила люди у которых оба полушария развиты практически одинаково это наши амбидекстеры представляем ваше внимание довольно простой но в то же время самый верный тест для определения доминирующего полушария головного мозга когда я буду сейчас читать вы можете вместе с нами провести этот тест и будет точно также понятно а какое из полушарий у вас доминирует сплетите пальцы рук замок если верхнем окажется палец левой руки напишите на бумажке или просто запомните а букву л если большой палец правой руки п а следующее прицельтесь в невидимую мишень а то есть вам необходимо просто не задумываясь закрыть один глаз а если для этого вы пользуетесь левым глазом закрывая правой напишите букву л если наоборот то п следующее скрестите руки на груди приняв позу наполеона а если кисть левой руки окажется лежащий сверху а пометьте это буквой л если правой буквой п и последнее это поаплодируйте если вы бьете левая ладонью по правой то это буква л если правая ладонь активнее то буква п а вот такой вот незамысловатый тест а потом по буквам мы с вами смотрим каких же букв у нас больше л или п а и соответственно мы смотрим какое из полушарий у нас доминирует до елена пишет тест используют 15 лет да этот тест используют уже очень давно а он о информативен и помогает быстро и достоверно определить что какой из полушарий у нас доминирует вот на слайде вы видите в левом верхнем углу это у нас наша поза наполеона мы с вами смотрим какой какой какая из ладони извините а находится выше а потом слева внизу аплодисменты такая из рук находится выше ольга никитина отвлекусь если 2l 2p возможно у вас очень хорошо развиты оба полушария такой момент тоже может быть имеет место быть елена еще разочек отвлекусь потом будем уже в конце обсуждать эти моменты обе руки параллельны тогда определяйте по другим трем еще показателям а и справа мы с вами видим это скрещивание пальцев какой из пальцев у нас находится вверху точно также ставим эту нашу букву а следующее это особенности восприятия информации а мы с вами видим определенную картинку а слева если мы с вами присмотримся можем увидеть человека с усами и такой вот шляпе да если же это это же изображение мы просто перевернем она у нас просто перевернута кверх ногами мы уже с вами видим лошадь а с уздечкой украшенную цветами а вот таким вот образом наш мозг воспринимает информацию а если мы с вами воспринимаем информацию с одного момента да и мы ее перевернем мы с вами можем уже увидеть немножечко другую информацию коллеги сейчас немножко отвлекусь а вижу обсуждение и при этом давайте мы будем писать чтобы мы с вами в конце вебинара смогли поговорить в папочку вопросы пожалуйста я сейчас буду вести вебинар и отвлекаться не буду а потом мы с вами все обсудим договорились а вот слева мы с вами видим сначала человека справа мы видим а лошадь вот таким вот образом а тоже наш мозг воспринимает информацию то есть если мы смотрим на картинку с другого ракурса мы уже с вами видим а немножко другое изображение а особенности восприятия информации по результатам там исследования одного и на английского университета не имеет значения в каком порядке расположены буквы в слове если вы сейчас будете читать а текст который на слайде не прям побуквенно вы увидите что ваш мозг складывает буквы уже в определенные слова мы с вами сейчас присматриваемся к тексту который написан на слайде и видим что буквы у нас перемешаны мы понимаем что главное чтобы первая и последняя буквы были на месте а остальные буквы могут следовать в полном беспорядке все равно текст читается без проблем причиной этого является то что мы не читаем каждую букву по отдельности а читаем все слова целиком присмотритесь пожалуйста на слайд и вы видите что буквы на слайде уже перемешаны а это упражнение для развития восприятия информации вы можете использовать на своих занятиях с детьми а дети с большим интересом воспринимают эту информацию с большим интересом читают ее сначала это составляет у детей сложность а но это естественно такой текст мы не даем детям которые только начинают читать потому что они читают по буквенно они складывают буковки по слоге слова если человек если ребенок читает уже довольно таки быстро и бегло то для развития восприятия информации мы с вами можем давать вот такие вот тексты где у нас а перемешанные буквы как на слайде следующий момент это особенности восприятия информации мы с вами можем посмотреть на слайд который сейчас у нас нарисован а и мы с вами видим на ближний как на картинке ближе к нам мы видим волка который будет но если мы присмотримся на и хорошо просмотрим горы то мы увидим еще несколько фигур а на которых такой же волк точно также воет посмотрите пожалуйста внимательно на нашу картинку и вы увидите еще несколько фигур животного вот таким вот образом наш мозг тоже воспринимает информацию да еще четыре совершенно правильно а давайте посмотрим функциональную специализацию полушария головного мозга за что же какое полушария отвечает а и как воспринимает то или иное полушария а нашу информацию зачем нам это я уже говорила о том что при подаче информации на занятиях при подаче информации на уроке если мы с вами будем подбирать определенные методы и техники которые будут комфортны детям то запомнить ту или иную информацию они у нас смогут намного быстрее и намного прочнее давайте посмотрим такой показатель как сроки созревания в антогенезе левое полушария у нас созревает позже правое полушария у нас созревает раньше мы с вами все знаем что правое полушария это наше образное полушария соответственно сначала мы мыслим образно а потом переходим к логическим действиям левое полушарие у нас отвечает за логику а следующий момент это описание зрительных образов при восприятии левое полушарие это лаконичные образы аналитическое мышление оно последовательно и абстрактно если говорим о правом полушарии то это избыточное и подробное восприятие зрительных образов видит все мелочи целостное конкретное и одновременное то есть видим картинку полностью подробно а следующий момент за эмоции за положительную эмоцию отвечает левую полушарие а за отрицательную эмоцию отвечает правая если говорить об особенностях памяти какой же полушария за что у нас отвечает левую полушарий отвечает за логическую память вербальную и осознаваемую То есть люди, у которых доминирует левое полушарие, им нужно понимать логически и понимать, что зачем идёт. Просто зазубрить у них очень сложно получается. То есть они должны понять, что зачем и как. И как только они поймут саму схему запоминания, им будет легче запомнить тот или иной материал. А если говорить о памяти, у людей, у которых преобладает правое полушарие, это у нас чаще всего образная память, невербальная и подсознательная. То есть на подсознании человек понимает ту или иную информацию. Лучше распознаёт стимулы. Левое полушарие это вербальные, знакомые, легко различимые, исходные. И если говорить о цветах, это холодные цвета. Если в правом полушарии это невербальные, незнакомые, трудно различимые или различные, и воспринимает тёплые цвета. Лучше выполняют задачи. Если это у нас левое полушарие, если вербальная кодировка информации, счёт, конструирование, оценка настоящего будущего времени. А люди с преобладающим левым полушарием, это, можно сказать, люди с более математическим складом ума. Следующее это правое полушарие, зрительно-пространственный анализ, образное представление и оценка настоящего и уже прошлого времени. За это у нас отвечает наше правое полушарие. Если говорить о творчестве. Левое полушарие – музыка ритмичная, живопись абстрактная и научный анализ. То есть люди, у которых преобладает левое полушарие, творчество у них абстрактное. Если о правом полушарии – это музыка мелодичная, живопись пейзажная и более привычная. И чаще всего это люди, у которых происходит так называемый научный инсайт. Они не анализируют ситуацию, а идёт обработка информации и получение каких-либо результатов в форме инсайта, то есть в форме озарения. И если говорить о речи, опять же, почему мы должны с вами разобрать момент речи, то есть то, как мы подаём информацию нашим ученикам. Люди, у которых преобладает левое полушарие – это источник речи, речь должна быть логичной. Глаголы и прилагательные числительные геопричастные обороты, они воспринимают намного лучше. И воспринимают хорошо сложные конструкции, стихи, ритм и размер. Для того, чтобы хорошо преподнести информацию людям, у которых преобладает левое полушарие, мы с вами можем преподносить её в виде стихов с определённым ритмом. Тогда ребёнок будет запоминать эту информацию намного лучше. Если говорить о правом полушарии, это у нас интонация, певческая речь, существительные и простые грамматические конструкции, стих с определённой мелодикой и рифмой. То есть, если мы будем преподносить человеку, у которого лучше развито правое полушарие в виде мелодичного и рифмованного стиха, то информация эта у нас будет запоминаться намного лучше. И последний момент – это лучше воспроизводить компоненты речи. Левое полушарие у нас – это письмо, чтение, артикуляцию, её связь с жестами, мимикой и позой. То есть, люди у нас с преобладанием левого полушария будут смотреть, как же артикулирует человек, какие жесты и мимику он применяет при принесении того или иного материала. Если мы с вами говорим о правом полушарии, то это у нас должна быть речь разборная, хорошая фанация, эмоциональная окрашенность речи. То есть, эмоции здесь будут играть тоже очень большую и важную роль. Если говорить о восприятии фигуры и фон, опять же, то, как наш мозг воспринимает ту или иную информацию. Допустим, мы с вами видим на экране сейчас изображение либо просто камней, если присмотримся, мы с вами видим изображение лошадей. Точно так же наш мозг, кто-то видит камни, кто-то видит изображение лошадей. Таким образом у нас воспринимается полученная информация. Мы с вами сейчас... да, кто-то видит шесть лошадей, кто-то пять. Там их шесть. Посмотрите внимательно, но заостряться на этом не будем. Давайте посмотрим по поводу индивидуальных особенностей, как же мы с вами должны преподнести информацию, чтобы ребенок хорошо воспринял ту или иную информацию, которую мы с вами даем. Если говорить о предметной области такой, как математика, правополушарные учащиеся, это преобладание синтеза, задания на время, работа в группе, формулировка теорем, оперирование пространственными связями, задания в картинках, то есть геометрия и пространственное мышление, схемы, таблицы и карточки. Все это детям с правополушарным восприятием, правополушарные учащиеся будут делать с большой легкостью. Если говорить о левополушарных учащихся, это анализ, вневременные задания, то есть ребенок не должен быть ограничен временем, работа в одиночку, доказательства теорем, не формулировка, а доказательства, оперирование знаками на плоскости, задания в символах, логическое последовательное мышление, опять же, на плоскости. И чтобы запомнить, ребенку нужно повторить тот или иной материал несколько раз, то есть многократно. Если говорить об естественных науках, правополушарные учащиеся больше и лучше воспринимают мозговые штурмы, когда у нас идет ограниченность во времени, и учащиеся должны выдать как можно больше информации. Следующее это просмотр фильмов, то есть они лучше запоминают образы, предсказание результатов, творческие задания, появление сход и сопоставление фактов, выделение сути, выделение важнейших моментов, использование речевых и музыкальных ритмов. Мы с вами говорили о том, что они предпочитают информацию ритмичную и очень хорошо запоминают информацию во время экскурсий, походов и путешествий. Если мы говорим о левополушарных учащихся, это аналитическая работа, они лучше анализируют, лингофонная система, анализ результатов, логические задания, выявление различий, выделение определенных деталей, создание категорий, обобщение, опять же многократное повторение и определенные алгоритмы, которым будет действовать ребенок при запоминании информации. Если говорить о словесности, у правополушарных учащихся лучше всего получается сочинение, составление слов и предложений из частей, чтение и пересказ, чтение по ролям, задание на правописание, нахождение взаимосвязи, беглость устной письменной речи, нахождение отрывков в тексте и опять же повторимся, что они очень предпочитают экскурсии, очень их любят. Анализ левополушарных учащихся – это анализ рассказа, разбор слов предложений по составу, прослушивание текстов, обучение других. За счет обучения других эти дети лучше усваивают и сами информацию, лучше ее перерабатывают. Задание на поиск ошибок, применение правил, точность употребления слов, многократное повторение, составление текстов и понятийное понимание слов. Как я уже говорила, что у детей, у которых преобладает левое полушарие, они любят больше понимать тот момент, что, откуда и понимать последовательность. Тогда материал они запомнят лучше. Следующие характерные ошибки. А если говорить о русском языке, это ударные гласные, ошибки в словарных словах, пропуски букв и описки, именно собственные пишут со строчной буквы. И левополушарные – это безударные гласные, пропуск чаще всего мягких знаков, написание лишних букв, замена одних согласных другими. И очень часто дети с преобладанием левого полушария, они неправильно ставят окончание. Методы проверки – это устный опрос, задания с ограниченным сроком выполнения. Опять же, правополушарные дети, повторюсь, они должны быть ограничены во времени. Тогда то или иное задание, тот или иной материал они воспринимают лучше и запоминают лучше. И вопросы открытого типа, когда они говорят собственный ответ и составляют собственный ответ самостоятельно. Если говорить о левополушарных учащихся, это решение задач, письменные опросы с неограниченным сроком выполнения. Срок выполнения будет все равно ограничен временем урока, но не коротким временем. И вопросы закрытого типа, где ребенок должен выбрать уже готовый ответ. Опять же, вернемся к нашему восприятию. Давайте посмотрим с вами двойственность нашего восприятия. Кто что здесь видит? Здесь можно увидеть старушку с таким носом и шляпой сзади. Но при этом мы с вами можем увидеть молодую девушку, лидия, которая стоит к нам спиной. Это тоже идет определенный момент восприятия. Кто-то да, кто-то видит девушку. Но попробуйте присмотреться и вы увидите старушку. Тоже ее можно увидеть. Таким образом, на таких картинках, которые я вам сегодня давала, можно тренировать наше восприятие. То есть мы сначала видим фигуру, потом видим фон. Это как были у нас волки и как были у нас лошади. А точно так же мы с вами видим одну картинку, потом переключаем наш момент. Мы с вами видим другую картинку. Это когда у нас был мужчина и лошадь и молодая девушка и старушка. Это все упражнения на взаимодействие наших полушарий. То есть сначала включается одно полушарие, потом другое. Кто-то видит девушку, да, кто-то старушку. Посмотрите внимательно и увидите другую картинку. Но давайте перейдем непосредственно к нашим упражнениям. Это упражнения для развития межполушарного взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5-10 до 20-35 минут в день. Естественно, если дети у нас помладше, мы даем им совсем немножечко заданий и совсем занимаемся немножечко. Если дети постарше, то, естественно, мы даем им побольше. Заниматься необходимо ежедневно. Не так, что вы пришли и занимаетесь там час. Нет. Чем чаще вы будете заниматься, тем больше эффект будет. И это должно быть ежедневно. Длительность по одному из комплексов упражнений 45-60 дней. Что касаемо комплексов, я сейчас вам расскажу общие моменты комплексов. Сами комплексы есть в доступном файле, в папочке файла, который вы, наверное, уже скачали. Там все тоже расписано. Цель этих комплексов – это развитие межполушарной специализации, развитие межполушарного взаимодействия, развитие межполушарной связи, синхронизация работы полушарий, развитие мелкой моторики, развитие способностей, памяти, внимания, речи, мышления. И еще один момент – это устранение дислексии. Это тоже дает большой плюс все эти упражнения. Но давайте посмотрим, какие же упражнения мы с вами можем выполнять. Первое упражнение – это колечко. Почередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя кольцо с большим пальцем, последовательно, указательный, средний и так далее. Проба выполняется в прямом, то есть от указательного к мизинцу, и в обратном, от мизинца к указательному пальцу в порядке. А в начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, а затем вместе. То есть вот таким вот образом мы с вами делаем. Вот у нас переходит, да, и мы с вами делаем. Это у нас дает момент за счет межполушарного взаимодействия. Мы с вами контролируем наше движение пальцев. То есть вы сделали сначала это одной рукой, потом подключаем другую руку и делаем уже вместе. Потом мы стараемся делать так, чтобы у левой руки был у нас мизинец, а у правой был указательный палец. Это будет все сначала очень сложно. Потом у нас мозг привыкает и начинает делать это одновременно. Вот таким вот образом вы на картинке видите, как это сделать. Но и на видео я тоже показала, как мы соединяем наши пальцы. Следующее еще очень любимое логопедами упражнение это кулак, ребро, ладонь. Три положения руки на плоскости стола. То есть у нас есть кулак, у нас есть ребро и у нас есть ладонь. И три положения руки на плоскости последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, потом мы сжимаем кулак и ставим ребром на плоскости стола. То есть распрямленная ладонь на плоскости выполняется сначала правой рукой, потом левой, а затем двумя руками одновременно. Количество повторений желательно каждым моментом, то есть правой, левой и двумя руками одновременно, 8-10 раз. При усвоении программы или при затруднении можно помогать себе командами. То есть когда мы только начинаем это делать, мы можем произносить вслух, допустим, кулак, ребро, ладонь. После этого мы начинаем произносить про себя это все и уже словесное подкрепление нам не требуется. Тоже очень любимое упражнение детьми. Вот таким вот образом мы с вами видим картинки наши, как должны быть расположены наши руки. Следующее упражнение это лезвинка. Сложите левую руку, сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. То есть вот таким вот образом мы с вами должны сделать. А правой рукой, прямой ладонью прикоснитесь к мизинцу левой руки. После этого мы с вами должны сменить, то есть мы сжимаем эту в кулак и делаем вот таким вот образом. Меняем наши руки. После этого одновременно смените положение правой и левой руки и повторяем опять же 6-8 раз. Необходимо добиться того, чтобы скорость изменения рук была довольно-таки высокой. С каждым разом, чтобы это происходило все быстрее и быстрее. Вот таким вот образом опять же на картинку вы видите, как должны быть расположены наши руки. Следующее очень любимое упражнение для детей это зеркальное рисование. Мы предлагаем положить на стол чистый лист бумаги, берем в обе руки по карандашу или фломастеру и начинаем рисовать одновременно обеими руками. Зеркально-симметричные рисунки и буквы. При выполнении этого упражнения вы почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличивается эффективность работы всего мозга. Вы можете взять также уже готовую картинку, которая будет поделена по центру и обводить определенные элементы. Этот момент тоже является большим плюсом для развития двух полушарий. То есть вы работаете и левой рукой и правой рукой одновременно. Следующее это ухо-нос. То есть левой рукой вы беретесь за кончик носа, вот таким вот образом, а правой рукой за противоположное ухо. Вот так вот мы с вами делаем. И одновременно отпускаем нос и ухо, хлопаем в ладоши и меняем положение рук. Вот таким вот образом, с точностью до наоборот. А сначала это можно делать без хлопка, а потом мы делаем это с хлопком и уже переключаем наше внимание на хлопке. Вот такое вот одно из упражнений. Тоже дети его очень любят. Следующее упражнение это змейка. Скресите ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. То есть вот таким вот образом. Двигайте пальцем, который укажет ведущий, но здесь вы выполняете сами. Палец должен двигаться точно и четко, не допуская каких-либо изменений. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. То есть подвигать пальцами вы должны всеми, а не только одним. После того, как вывернули наши руки. Вот таким вот образом мы с вами видим. Сложили и вывернули. И уже двигаем каждым пальцем. Некоторые пальцы будут двигаться совместно с другими. Но мы должны с вами добиться того, чтобы пальцы у нас двигались одновременно и вместе. Следующий момент это горизонтальная восьмерка. Здесь мы точно так же выполняем упражнения в комплексе. Первая, вторая неделя занятия. Это упираемся языком во рту в зубы. Стараясь их вытолкнуть наружу. И расслабляем язык. То есть толкаем наши зубки вперед. Повторяем 10 раз. Прижимаем язык во рту к левой, то к правой щеке. И удерживаем кончик языка. За нижними зубами выгибаем его горкой и расслабляем. А дальше это точно так же. Третья, шестая неделя занятий. Вытягиваем перед собой правую руку на уровне глаз. Пальцы сжаты в кулак. И оставляем вытянутым указательный средний палец. То есть вот таким вот образом. После этого мы рисуем в воздухе знак бесконечности как можно большего размера. Когда рука из центра этого знака пойдет вверх, начните слежение не мигающими глазами. То есть мы с вами следим за нашим пальцем. И устремленным промежуток между окончаниями этих пальцев. И мы не должны поворачивать голову. То есть следим только глазками. Движение здесь мы отключаем. Это упражнение тоже повторяем несколько раз. Те, у кого возникли трудности при прослеживании, это допустим напряжение или частное моргание, должны запомнить отрезок горизонтальной восьмерки, где это случается. И несколько раз провести уже рукой, как бы заглаживая этот участок. И необходимо добиваться плавного движения глаз без остановок и каких-либо фиксаций. В месте остановки, потери слежения нужно провести рукой несколько раз туда-обратно, как бы загладить этот момент. И седьмая и восьмая недели занятия, это одновременно с глазами следить за движением пальцев по траектории горизонтальной восьмерки, хорошо выдвинутыми изо рта языком. То есть здесь мы подключаем еще наш язык, чтобы шло распределение внимания на несколько элементов. Еще очень хорошо развивает наше межполушарное взаимодействие так называемый тест струпа или струп-тест. Сначала этот момент составляет дискомфорт не только детям, но и взрослым. Глядя на эти слова, произнесите вслух цвета, которыми они написаны, а не текст. Упражнение делается как можно быстрее и на время. Допустим, у нас написано слово желтый, но написано синим цветом. Мы с вами говорим синий, зеленый, черный, красный, синий и так далее. Мы называем только цвет, а не то, что написано. У нас подсознательно мы будем читать то, что у нас написано. Следующее упражнение составляет трудность не только детям, но и взрослым. Попробуйте на себе. Упражнение алфавит движения развивает скорость восприятия букв и снижение артикуляции при чтении с учетом асинхронных движений провоцирует взаимодействие левого и правого полушария мозга. Является хорошим вариантом не только развития двух полушарий, но и общего развития. Каждая таблица содержит полный алфавит. Суть заключается в том, что ребенок громко произносит букву вверх каждой клетки и поднимает, соответственно, руку. П правая, Л левая, О обе. То есть таблица номер один. Сейчас мы с вами ее рассмотрим. И в более сложном варианте используются руки и ноги. Верхнюю букву называем. Среднее это движение руки и среднее это движение ног. Смотрим с вами нашу таблицу. Вот таким вот образом у нас может выглядеть таблица. То есть мы говорим буква Т, поднимаем правую руку, Л левую руку. И таким образом у нас, допустим, Т, Э, И, Р. Мы с вами работаем. Здесь у нас задействовано и движение, и произношение той или иной информации. Это уже у нас табличка с ногами. То есть мы первую букву произносим, потом поднимаем обе руки и поднимаем правую ногу. Вот таким вот образом тоже мы с вами делаем задание. Ну и сейчас у нас уже открылся файл. Это комплекс упражнений. Его конкретно мы разбирать не будем. Там написано упражнение, которое мы с вами можем использовать на наших занятиях. Прям подробно вы сможете прочитать, разобрать. Там все понятно. Но касаемо такой информации, которую я хотела сегодня дать, у меня все. Давайте перейдем непосредственно к вопросам. Наверное, они есть. Мы с вами сейчас их рассмотрим. Смотри, так. Давайте смотрим. Так, слышали о межполушарном взаимодействии. Очень хорошо. Так, при прицеле фиксировать глаз, когда видим мишень. Вы должны фиксировать глаз просто, ну, вы должны не двигаться за мишенью, а просто прицелиться. Какой глаз у вас будет открыт, ту букву вы и ставите. Так, презентация. Татьяна, презентацию можно скачать в папочке, в файлы. Ребенок рисует, перекладывает карандаш, то правую, то в левую руку получается одинаково плохо. Как быть? Какую руку развивать? Здесь, смотрите, прям дать возможность ребенку все равно пользоваться и той, и той рукой. Возможно развивать обе руки, возможно через некоторое время он все-таки выберет ведущую руку. Но насильно перекладывать и насильно заставлять ребенка изменять руку, это неправильно. Этого не стоит делать. То есть мы даем возможность ребенку выбрать ведущую руку. Так, Юлия, очень интересно. Да, очень часто мы знаем информацию, как пишет Юлия, очень интересно, вроде бы все знаешь, но очень интересно. Необходимо иной раз просто освежить информацию и ей возможно начать пользоваться вновь. На занятии присутствуют дети и право, и левополушарьные, как правильно подавать информацию. Мы с вами знаем, что чем больше анализаторов у нас будет задействовано в момент восприятия информации, и в момент восприятия информации, чем больше анализаторов мы задействуем, тем лучше воспримет у нас ребенок. То есть мы стараемся подавать информацию в любом виде, в котором можем ее подать. Словесно, при помощи образов и так далее. Мы с вами подкрепляем восприятие информации, и дети, допустим, которые воспринимают у нас образами, будут ее хорошо воспринимать образно, которые воспринимают словесно, будут воспринимать ее словесно. Так, упражнения, презентацию Татьяна тоже можно скачать в папке файлы, там в папке файлы и упражнения, и сама презентация. Там два файлика, скачайте, пожалуйста, оттуда. Так, Ирина Групунова заметила взаимосвязь, темпераменты и работу полушарий. Буду смотреть у всех. Много информации, спасибо. Спасибо вам, что были сегодня. Возможно, я могу сказать честно, сама не исследовала этот момент взаимосвязь, темпераменты и работы полушарий. Возможно, это ваша будущая научная работа. Ну, касаемо вопросов, наверное, больше их нет. В папочке вопросов сейчас я посмотрю, еще открою чат, и мы будем постепенно завершать. Я надеюсь, что информация была вам полезной и интересной. В папочке файлы, опять же говорю, есть презентация. Сейчас Татьяна Викторовна еще раз вам подскажет, как ее скачать. У меня на сегодня все. Надеюсь, информация была вам интересна и полезна. Всего доброго. До свидания. А мы ждем Татьяну Викторовну, чтобы она продолжила наш вебинар. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...